Мы немножко поговорим о терминах сейчас, буквально минут 15. Цель — разобраться лучше в отношениях, чтобы нам было легче разговаривать друг с другом. Итак, существует психическое тело. Веда объясняет, что оно делится на три части. Первая часть — это ум или манас, на санскрипте называется манас. Это та часть психики, в которой происходит мышление. Ум имеет характер, там находятся отношения. И в центре ума, вот здесь, в области сердца, находится наша связь с родственниками. Да, еще хочу сказать, что сама подача материала тоже древняя, она отличается от обычной тем, что лектор старается эмоционально подавать материал. Потому что эмоциональная подача материала глубже ложится в сердце, и человек глубже реализует все. Как вы вчера видели в спектакле, многие слушают по много лет мои лекции, да? Но когда они увидели спектакль, они поняли, в чем разница между мужчиной и женщиной. Так было? Потому что очень эмоциональная подача была, жизненная эмоциональная подача была. Это очень важно. То есть это дает практичность, практичное восприятие ситуации, когда эмоции включаются. Поэтому на лекциях я немножко подпеваю, шучу, общаюсь с залом, могу лично вам что-то сказать. Поэтому нужен свет был в зале, чтобы я мог вас видеть. Нужно понимать, как вы на меня смотрите. И так есть тонкое тело ума. Вот здесь в области сердца находится зона такая, в которой мы связаны друг с другом психической энергией. Ум вообще это не просто думать. Это также и думать, и чувствовать, и настроение находится в уме. Но веды объясняют, что ум связан с тем телом, он питает все органы и системы энергией. И что это за энергия? Это энергия счастья. То есть органы и все системы, организм питаются энергией счастья. Поэтому если человек чувствует себя несчастным, значит у него что-то уже страдает в организме. Еще есть какие-то болезни, начинаются какие-то болезни. В целом даже в древней медицине, аюрведе, в медической древней медицине, есть такое правило, что здоровье человека определяют не по анализам, что тоже важно, а по его удовлетворенности в жизни. То есть если человек чувствует себя неудовлетворенным, значит он уже болен. Есть аругия, такое понятие. А означает отсутствие, аругия, болезни. Есть такое понятие отсутствие болезни. Есть такое понятие свадьяя. Свадьяя означает счастье или удовлетворенность. И удовлетворенность считается более важным показателем здоровья, чем просто то, что человек и ничего не болит. Например, бывает, что все без ноги, но он счастлив в жизни, значит он здоров. Бывают люди все имеют, но они несчастны, значит больны. И болезни бывают телесные, допустим сердце ходит. Бывают умственные болезни, это они выражаются, допустим, в виде депрессии или подавленности, отчаяния. Умственные болезни также психические заболевания, такие как шизофрения. И есть еще болезни разума. Разум это следующая психическая структура, которая в нашу психику входит, она контролирует ум. У разума имеет три центра во лбу, в сердце и в области паха. То есть все эти три центра, они удовлетворяют три основные желания человека. Я — это душа. Душа наполняет энергией все тело. Эту энергию называют сознанием. То есть когда человек говорит «я в сознании хожусь, я все понимаю», это значит, что эта энергия души, она открыто действует в этом пространстве, соединяет нас с этим миром. Но энергия сознания может и не находиться в чувствах. И тогда человек не воспринимает этот мир, находится внутри себя. У энергии сознания души существуют три аспекта. Первый аспект действует через область лба и называется «знанием». Все люди хотят знать, что сказать, но что сказать. Устроены, как люди желают знать, желают знать, желают знать, что будет. То есть энергия знания всем нужна, она идет из области лба. У мужчин эта энергия больше проявлена, чем у женщин. Мужское рождение означает рождение для знания, для того, чтобы понять, разобраться во всем. Дальше следующая энергия — это энергия любви. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропасть сейчас. Энергия любви находится в сердце. Здесь центр разума, связанный с любовью, находится в сердце. И он сильнее у женщин. Женщины рождаются для любви. Женское рождение означает желание иметь гармонию в мире, взаимоотношения, любовь, взаимопонимание и так далее. Поэтому женское тело такое чувствительное, красивое, нежное, ласковое. То есть оно приспособлено для любви. А мужское тело приспособлено для побед. Оно более твердую природу имеет психика. Это более, ну то есть сотканное из такого больше тонуса, активности. Следующий в области паха находится психический центр, связанный с вечностью. То есть и мужчины, и женщины хотят жить. Никто не хочет умирать, все хотят жить. Поэтому он бесполый, этот центр разума. В целом разум контролирует нашу жизнь и разум соединяет человека с целью в жизни. Когда человек соединен в своем цели, это психическое понятие цели, то тогда он начинает получать счастье. В целом счастье у человека в жизни происходит из двух направлений. Первое направление это центр кума, там находится карма. Или глубинная память о прошлых поступках. Из этой памяти приходит что-то со звуком, идет фон, мешает фон какой-то, мешает лекции. Нужно его убрать, этот фон. Это поникл, наверное, какая-то аппаратура, может. Они не могут убрать, но за просто руки, что телефон уходит. У меня, да, где-то? Сумки. И кто на первый придах желательно это хванит, и за телефоном, потому что мы сами, вы знаете, что тот человек с их телефоном никак не убрать. Если мы уберем, то туда двух будет. Сзади будет неслушен. Давайте выключаем на первый придах сотовый телефон, иначе будет мешать делиться. Я выключу. У кого-то, наверное, не телефон на первом ряду, а вообще какой-то в центр управления полетом чувствуется. Он просто встает на сон. Выключайте, выключайте. Уже получше, да, стало, уже получше. Итак, дальше. Разум, то есть, ну, в глубине сердца, в глубине психики человека, не в сердце, не в сердечном сумке, а на тонком плане, в психическом плане. Здесь находится глубинная память о прошлых поступках. Из этой памяти, под влиянием времени, которое все двигает вперед, время — огромная сила, беды говорят, самая непобедимая. Вот. Под влиянием времени у нас судьба движется вперед, действует на окружающих людей, наша судьба. И эта сила, она приводит иногда в состояние счастья, нашу психику, а иногда в состояние страдания. Это происходит просто само собой. Большинство людей именно так настроены, то есть, цель жизни — это просто счастье. Они звонят друг другу по телефону, ну, как у тебя дела? У меня все нормально, хорошо. И у меня хорошо, ну, слава Богу. То есть, veda объясняет, что такие люди, которые живут просто ожидая счастья, они живут как во сне. То есть, и жизнь, она не имеет большого смысла, потому что, ну, нет смысла просто ждать того, что приходит само собой и само собой уходит. То есть, это все происходит само собой. Тут как волны, veda объясняет, «выкеа не» — то вниз волна идет, страдания приходят в жизни, то вевели приходят в счастье. Поэтому нет смысла это ждать. Те люди, которые хотят действительно быть счастливыми, они должны понять, что счастье также приходит через разум, когда человек правильно ставит цели в своей жизни, то есть направляет жизнь свою в правильное русло. И вот именно для этого предназначена лекция, чтобы научиться направлять жизнь в свое правильное русло. То есть на основании своих лекций я провел серьезное исследование несколько лет назад, исследовали около тысячи человек, и оказалось, что те люди, которые просто слушают лекцию, их жизнь коренным образом меняется. То есть не бросают крепкие привычки, изменяется личная жизнь, улучшается возможность трудиться, отношения на работе, здоровье. И много-много разных показателей меняется, и поэтому лекции были признаны как такая могущественная сила, улучшающая качество жизни человека. То есть все единогласно докторам признали, что это важный вклад в здоровье нации. То, что я делаю. Таким образом, изучение, как правильно жить, является действенной силой, меняющей судьбу. Причина заключается в том, что само изучение находится в разуме. Разум — это такая сила психическая, которая при правильном настрое способна поменять нашу жизнь. Она действует не только внутренне, но также наружу, на окружающих людей. Самая сильная связь разума, разум больше всего связан с чувством слуха. То есть ум имеет пять чувств. Самое важное из них — чувство слуха. И чувство слуха, оно усиливает разум, укрепляет разум, даёт ему энтузиазм. Ну, допустим, вы что-то прочитали в книжке. Допустим, что хорошо по утрам делать зарядку. Появится вдохновение делать зарядку или нет? Скорее всего, нет. Если у вас есть какой-то опыт делать зарядку, тогда появится вдохновение. Вы вспомните. Потому что память также является силой, вдохновляющей человека. Память тоже находится в разуме. Человек вспоминает прошлый опыт и вдохновляется. Но если какой-то человек, который любит делать зарядку, он скажет о зарядке, что-то расскажет, и сделает это с любовью, потому что именно энергия любви даёт возможность передавать знания. Если что-то говорится с любовью, тогда знание входит в человек. Если без любви не входит. Если тот, кто делает зарядку, скажет об этом, то тогда появится энтузиазм. Это функция разума тоже. Захочется сделать зарядку тоже, попробовать это. Человеку нравится это, понравится это сделать. Вчера, например, был концерт, и очень был такой удивительный, такая песня удивительная про мать-земью, и удивительные слайды, которые эту песню повторяли. Когда люди это видели, я когда первый раз увидел, я очень начал уважать землю. видеть, ну, наше место, где мы живём, начал уважать реально. У кого из вас то же самое чувство возникло после того, как вы это увидите, подиметили? Видите, то есть важно услышать и увидеть одновременно. Это даёт вдохновение. Вдохновение находится в разуме, поэтому важно собираться вместе и изучать, как правильно жить. это меняет жизнь очень сильно, вдохновляет. 70% людей по статистике меняют свою судьбу в личных отношениях после лекции. То есть это научные факты, которые мы исследовали. Так разум находится на тонком плане психики человека. Это самая тонкая структура психическая. Она отвечает за изменения в жизни и наполняет счастьем ум нашу жизнь. Если человек имеет знания, то он становится счастливее от этого. Просто имея знания как жизнь. Уже это избавляет от страданий в какой-то степени. У ума есть также ещё 4 других чувства, кроме чувства слуха. Есть и чувство осязания. Оно тоже связано с разумом и с умом. И поэтому очень важно носить чистую одежду, вставать под душ каждый день с утра. Потому что это избавляет психику от перегрузки. И наполняет разум чистотой, способностью быть вдохновенным. Когда человек, допустим, встал с постели, не помылся, ему трудно вдохновиться на что-то важное. У него волевые факторы страдают. Волевая сила страдает. Также при соприкосновении с грязью к квартире теряется сила воли человека. И особенно это важно для женщин, потому что разум имеет две функции. Сила есть у разума и есть чистота. У женщины в основном преобладает чистота в разуме, а у мужчины — сила. И чистота в разуме, разум, который отвечает за чистоту, находится в области сердца, а тот, который отвечает за силу, находится в области убавки. Поэтому женщины природно склонны прибирать в квартире, но слить за чистотой своих родственников, друзей, потому что это усиливает их способность воспринимать мир. То есть чистота в разуме дает легче воспринимать мир и выбирается правильный путь в жизни от чистоты в разуме. И чистота зависит от внешней чистоты, также еще внутренней чистоты. Поэтому женщины также больше склонны к внутренней чистоте. Они следят за тем, чтобы никто не изменял друг к другу, чтобы все говорили правду, чтобы отношения были честными, чистыми и возвышенными. Это дает лучше восприятие мира, интуиция развивается у человека, он способен глубже понять, что происходит в жизни. Мужской разум очень сильно зависит от отсказы. Так, если мужчина, допустим, делает зарядку или у него есть какое-то увлечение, он там спортом занимается, или закаливается, ходит в походы, то тогда у него разум работает активно, он способен занять активную жизненную позицию, побеждать свою жизнь. Но если он пассивно живет, у него нет никаких аскез, главный у аскеза это когда хоккея нет, и он ждет хоккей, то тогда в этом случае его жизнь не развивается, к лучшему не течет в нужную сторону, потому что нужна какая-то волевая усилия над собой для мужчины. Видите, для женщин важен чистота, для мужчин волевое усилие, мы все отличаемся друг от друга. Тактильное чувство дает также возможность быть чистым в отношениях, потому что с тактильным чувством также связано половое желание, половое отношение – тактильная чувствительность. Поэтому, если человек, допустим, имеет какие-то половые отношения вне семьи, то его разум загрязняет с этими отношениями. Веды говорят, что когда человек просто начал гулять, ну то есть на сторону ходить, то он теряет правдивость, и он уже не может честно ничего сказать своим родственникам. Он теряет также способность любить, глубоко любить близких людей, у него отшибает это чувство любви от близких людей. Он теряет способность видеть перспективу своей судьбы, то есть у него запутывается, он уже не понимает, то ли он здесь, то ли там живет, то ли у него здесь семья, то ли там у него нет будущего в жизни. И так далее. Все это происходит благодаря тому, что он контактирует своим телом не с тем человеком, который ему дам по судьбе. Дальше следующее чувство — это чувство зрения. Оно находится в области глаз, да? Глаза — это орган зрения. Чувство зрения — это то, что действует через глаза. Когда человек оставляет тело, уходит из тела, умирает, как мы говорим, но никто не умирает на самом деле. Тонкое тело выходит, психическое тело выходит из грубого, чувство зрения остается, потому что оно принадлежит не телу, а уму. Понятно? Трудно понять, да? Но на этом уже есть научное исследование. Есть такой профессор Могги, который изучал пограничные состояния, когда человек наставляет тело. Во время операции где-то, то есть он доктор медицинских наук, и он изучал эти состояния, когда человек, клиническая смерть наступает. И он потом опрашивал людей, и 30% людей дали показания, что они чувствовали, видели в тот момент, когда была клиническая смерть, когда они могли не видеть, не слышать. Это указ на то, что они вид сверху давали всем. Что над операционной, что вид сверху, что там внизу происходило. То есть, другими словами, в это время человек чувствует себя вне тела. И даже может это вспомнить. Теперь поднимите руку, у кого такое ощущение было, кто пережил клиническую смерть, и почувствовал такое. Есть такие люди здесь? Вот раз человек, два, три. Можете к ним подойти и изучить этот вопрос. Ну, значит, это правда так бывает. То есть, это опыт есть у людей. Не так много, но есть у кого-то кто-то знает, понимает. Ну, у всех есть опыт того, что остается какой-то контакт с теми людьми, письмами, которые уходят из жизни. Согласно этих ведов, есть такой вид знаний, который называется ньяья. Ньяья или элементарная логика. Знаете, очень интересно ее поизучать. Например, вот если вы, допустим, кто-то ушел из жизни, если он умер, то есть его нет, значит, тогда ничего и не происходит. Ну, допустим, когда близкий человек уходит, у нас на сердце тяжесть, мы вспоминаем его, думаем о нем. А пусть села без тебя земля. Ну, то есть, мы вспоминаем, то есть, и это значит, согласно этой ньяья элементарной логике, это значит, что есть контакты. Если бы не было контакта, ничего бы не происходило. Умер, нет человека, нет вспоминаний, все, ничего не помню, нету, контакта нет, все, забыл. Но так как есть, человек чувствует, и даже есть три типа ощущений, ведок описано, что если человек чувствует счастье от человека, сегодня утром были лекции у меня, научные, такого научного содержания. И как ко мне подошла одна женщина, один мужчина, и говорит, у меня бабушка недавно ушла из жизни, я говорю, какие ощущения, вот здесь сердце, он говорит, радость, спокойствие и свет. Я говорю, все, значит, она пошла на высшие планеты, то есть, ей хорошо, за нее не надо молиться. Второе ощущение, если возникает боль о человеке, тяжелые мысли, значит, он остается на том же уровне, на земном уровне, как и мы. Если тяжесть каменная, тяжесть на сердце возникает, и тянет вниз, человек чувствует депрессию, когда ушел в плесище, значит, он пошел вниз, на низшие планеты, как говорят в ад, говорят крестьяне. Значит, за него надо молиться. Видите, древнее знание дает нам более широкое представление о мире, которое многие даже люди, как бы ученые степени имеют. Они говорят, да это все фигня, то, что Олег Геннадьевич говорит. Ну, да все фигня. Но это все ерунда, пока вы не столкнетесь с этим лично, потому что есть же практический опыт, допустим, человек проводит молитву, и у него вместо тяжести на сердце возникает тверкость. И причем это сопровождается какими-то фактами определенными. Например, у меня в клинике работают два сотрудника, у них муж-жена, у нее, у женщины, умерла мама, ушла из жизни, и тяжесть в сердце. Она начала молиться, четыре месяца молилась, и почувствовала в сердце лёгкость. И в этот момент, когда она это почувствовала, мама пришла к ней во сне, помахтала ручкой, сказала, спасибо, доченьки, я тебе очень благодарна. Как так бывает? Ну, то есть, есть, значит, это все существует, это все реальность, и надо это учитывать в жизни. Также тонкие отношения между людьми. Все, на самом деле, об этом знают, что между близкими и родственниками существует умственная связь. Что это значит? Это значит, что мне, допустим, какие-то события тяжелые происходят у родственника, я это чувствую. Любая мама знает, что если с сыном какие-то проблемы, у меня на сердце неспокойно, потому что энергетически мы связаны друг с другом. Энергия. Счастье передается от мамы к ребенку для того, чтобы победить судьбу. Для того, чтобы побеждать судьбу, действовать правильно, нужно достаточной энергии счастья в жизни. Если человек не имеет энергии счастья, он в депрессии находится, разум тоже, то есть, если это функционировать нормально, человек не может принять правильное решение. Поэтому природа так устроила, что между нами есть связь, между людьми есть связь. Эта связь, она дает возможность побеждать судьбу, даже если мы об этом не думаем. Это подсознательно происходит. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Да, есть такая песня. Ну, если этого нет, то почему тогда об этом поют? Постоянно об этом поют нитью незримой, да? Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, сердечный разговор. Да, то есть, опять связь эта нить незримая. Ну, то есть, другими словами, мы должны глубже воспринимать мир для того, чтобы поменять свою жизнь, как-то понять, что происходит. Глубокое восприятие мира дает также правильные возможности, правильные решения принимать, когда мы в трудных ситуациях жизни находимся. Следующее чувство. Итак, глаза связаны с умом, чувство зрения связано с умом, и по глазам можно определить судьбу человека, тяжелую у него жизнь или нет. Если в глазах тяжесть, если каменный взгляд какой-то, значит, человек переживает стресс. Тусклый взгляд, значит, у него мало сил в жизни. Напряженный взгляд, значит, ему очень тяжело. Каменный взгляд, значит, он переживает тяжелые испытания в жизни. Если гневный взгляд, значит, что у него напряжение психическое, он разгневан, даже гневный взгляд, даже нестокотомин. Это значит, что ум находится в состоянии возбуждения сильного. Это все в уме происходит, в тонком теле ума. Глаза — это зеркало ума, это не зеркало души. Но по глазам можно определить, жив человек или нет. Древние врачи не по пульсу определяют, а по глазам, потому что есть такое состояние, как ретархический сон. Пульса нет, дыхания нет, человек жив. Как определить, что он жив по глазам? Если в глазах есть свет, они не стеклянными стали, не тусклыми, не каменными, то тогда значит, что человек жив. Понятно, да? Он просто находится в таком состоянии, анабиозове, трагическом сне. Такое тоже оно такое. Следующее чувство — это чувство вкуса. Чувство вкуса отвечает за силы человека, его энергии. Если человек вкусно питается, то немного силы. Невкусно — мало сил. Но бывает так, что человек не те силы хочет в жизни. Если человек делает плохие поступки, совершает, то ему нужны плохие вкусы. Поэтому изменение питания влияет на характер сильно, меняет характер. Если человек привыкает к другим вкусам, более правильным в жизни, то тогда он в ходе правильные поступки совершает. То есть пищей питается не только грубое тело и углеводы, жирки, жиры и витамины, а также и психическое тело. Потому что когда мы кушаем, когда мы голодные, у нас портится настроение. А когда мы покушаем, настроение становится хорошим. Это признак пополнения также психического тела. Чувство вкуса связано с энергией человека. И чувство запаха, обоняния связано с грубым телом. Поэтому когда близкий человек, допустим, заболевает тяжелое заболевание, первый признак этого заболевания — это изменение запаха тела. Также по запаху можно определять, какие продукты подходят, какие нет. Если запах неприятный и противный, значит, что это от пищи непригодное для питания. А вкус может быть вкусным. Синильная кислота на вкус сладкая, а на запах смертью пахнет. Можете поесть своими телами. Иногда эксперименты заканчиваются неудачно. Лучше принять сведения. Продолжение следует... Продолжение следует...